доброе утро не планировал что-либо записывать просто вышел погулять пока хорошая погода хоть и прохладненько сейчас градусов 5-6 слава богу плюс но вспомнил про одну фигню захватил ее на всякий случай с собой и хочу показать я привык вот и когда иду в парк беру рюкзак у него ну если я планирую запись какую-то да в него укладываю штатив радиосистему микрофонную powerbank запасной там еще что-то вот ну иногда вот так хочется пойти на прогулку и не тащить все это да а вдруг для этого есть много всяких приспособ но приобретать специально для такой фигни вряд ли стоит я вспомнил что еще из детства в советском союзе делали такие штатив струбцина это называлось такая приспособа покопался у меня это черта было фэдовских отличного качества и старые более качественные и более новое попроще вот но не нашел попросил товарищей они у себя порылись и нашли какого-то другого завода она чуть похуже сделана но тем не менее на свою функцию выполнить сейчас я попробую ей воспользоваться в парке вот так на ходу и показать что это такое и с чем вы едят изделие это выглядит вот следующим образом то есть простейшая штативная головочка накрученная на обычную струбцину ничего хитрого тут нет да то есть ее можно к чему-нибудь прикрутить какой-нибудь ветки или чего-нибудь но у нее есть один маленький секрет если открутить вот этот второй штативный винт то трудно это делать руками вернее одно левый вот то в ней найдется где фокус вот вот такой шуруп буравчик с помощью которого всю эту струбцину можно закрепить на просто вкрутив какую-нибудь деревяшку да просто в ствол любого взрослого дерева такой длины тут меньше 20 миллиметров он уже никак не повредит взрослому здоровому дереву да и уже к этой струбцинке обычный китайский держатель для мобилки вот и я думаю что у нас все получится все таки правой рукой наверное это делать удобнее вот так да достаточно по моему крепко сейчас прикручу крепление но это мне уже две руки конструкция приобрела вот такой вот законченный вид сейчас мы в нее ставим телефон и посмотрим что получилось ну вот теперь ничего не надо держать рука может я низковато немножко закрепил но микрофона я не брал поэтому звук понятно дело какой но посмотрим вот такая идея принципе можно там и как-то ее развернуть принципе можно пользоваться вполне себе вполне себе годный девайс все счастливенько забыл показать в коре остается вот такая вот дырочка для взрослого дерева это фигня причем я так понимаю что этот буравчик даже сквозь кору не прошел до конца так что вреда зеленым насаждением не наносим хрен этому дереву чего-то повредит на случай если возник вопрос где это я снимал так что видно какой-то бетон какой-то это у нас в парке прямо посреди парка такие вот живописные развалины бывшей цыковской дачи это один корпус и в таком же примерно состоянии есть еще один корпус чуть побольше там раньше какие-то художественные мастерские были еще в моем детстве сейчас это все заброшено и разрушается так что можно какие-нибудь ужастики снимать вот там видно это самое тоже старый домик переделаны это теперь там что-то вроде школы для обучают деток на лошадках ездить верхом школа верховой езды такая любительская там у них есть какой-то площадка для конкура там ну такое ладненько все пока вот только что мы были вот там вот наверху видно это конно-спортивная школа а вот там наверху это вот он это второй корпус цыковской дачи как ее здесь называли всю жизнь это дача хрущева вот эти развалины это остатки погреба он был значительно больше когда я был ребенком и мы здесь игрались в подземелье и драконы только советский вариант второй такой же погреб вот с той стороны за прудом но от него уже совсем ничего не осталось закопали вот это верхний пруд а там снизу еще два постоянное место наши детских игр собственно все детство здесь и прошло на этих прудах зимой мы на коньках игрались катались а и хоккей играли вот один а там за дамбой не пойду туда там еще один поменьше вообще-то это все входит в систему реки сырец и малая река такая собственно весь район называется по ее тут две такие реки сырец и нивки не нивка река нивка вот это между ними соответственно район сырец район нивки здесь тоже расчищали катались на коньках а а вот стой вот сейчас выглядит не очень страшно а в детстве так себе вот с нее между деревьями петляя мы на лыжах летели аж до самого нижнего пруда много было поломанных конечностей хороший парк немножко прогулялся камера я не брал ну хоть хоть мобилкой попробовать как она получится наши руки тут черепахи кстати живут в детстве тритонов здесь ловили не вы сейчас не знаю даже они живут они очень любят очень чистую воду вот такой у нас парк раньше он назывался парк культуры и отдыха имени 22 съезда кпсс сейчас его почему-то называют парк нивки но это такое местные все равно как звали дачи хрущева так и зовут мы местный спортплощадка джоггингом занимается с детишками гуляет хорошо гулять все равно сходил на дамбу вот там верхнее озеро это нижнее озеро это дамба понятно а это самое нижнее озеро которым нас сидят рыбаки не знаю что они там пытаются поймать но упорно сидят тренируются вот здесь между прудами под землей проложена труба водосброса он ее выход видно